Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор пустых баночек. Если вам интересно, оставайтесь смотреть. Баночки внеочередные. Обычно я делаю в конце месяца такой обзор. Но поскольку я уезжаю, баночки уже накопились. Начинаем. Так, начнем с краски Эстель, которую я уже показывала и в прошлом обзоре. Я еще раз покрасилась и у меня составилось теперь впечатление более полное об этой краске. Это был том 5.0. Светлый шатен. Без аммиачный. Эстельсенс. Так, и что я могу сказать? В целом, поскольку я преданный Арифлеймщик, вот так получилось, что я покрасила волосы этой краской, у меня есть возможность теперь сравнить. В общем, закрасила седину как будто бы, да. Ну, это для меня первично, да, что мне нужно закрасить седину. Больше, в общем-то, мне особенно не для чего. Не было иной цели изменить там цвет волос. Нет, такой цели не было. Седину закрасила. То есть я уже покрасилась этой краской дважды. Но не полностью, не полностью покрыла все-таки такие сединки, они просвечивали. Как бы они чуть-чуть пигмента захватили, но не полностью. Я не знаю, какая краска делает полностью. Я с Арифлейм что-то такого не помню. Эффекта там были, цвета, где есть предупреждение, что седину может не закрасить, там и не закрашивала. А где не было такого предупреждения, я не помню, чтобы была вот так вот просвечивающая, не полностью закрашенная седина. Вот. Ну вот, проблема этого цвета или вообще всей краски, я не знаю. Раздражение не вызвало. И потом, как носилось. Значит, я поняла так, что по своему опыту и по опыту своей невестки, что краска после первого мытья волос смывается наполовину. Такое впечатление. Ну вот моя чисто субъективная оценка. После второго мытья, допустим, следующие 40-45% смываются. И, в общем, что-то немного остается на волосах. И оставаясь таким несмываемым оттенком, который уже не спасает положение, а наоборот усугубляет. То есть, если у вас были там осветленные концы, уже такие оставшиеся без цвета, то они вот так вот чуть-чуть примут оттенок краски, которую вы закрасились, так продолжая оставаться светлыми, они будут чуть-чуть отдавать этим оттенкам, что еще более, что усугубляет положение. Что совершенно не было желательным эффектом для нас. Жжение какого-то. Немного есть жжение. Не то чтобы жжение, может быть, у меня сломовье кожи, но даже пощипыванием это назвать нельзя. Как будто такой верхний слой эпидермиса чуть-чуть-чуть покалывает. То есть, кажется, что если глубже войдет, то будет щипать. Вот такое ощущение было. Такое ощущение у меня, кстати, было и после краски рефлеймовской красное дерево. Вот почему-то именно после этого цвета. Но, может быть, это связано с тем, что это уже пошла новая непилотная краска. Ну, то есть, после первых выпусков производства, может быть, стало чуть похуже или как-то изменилось в какую-то сторону. И, в общем, у меня тоже было такое же ощущение, не жжение, а именно такое опасение, что вот если бы чуть сильнее, то было бы немножко жгло. И как-то начинаешь бояться, а вдруг там будет раздражение кожи головы. Но не было такого. Может быть, это чисто субъективное, да, скажем так, просто из боязни. Так, в общем, в целом, мой вердикт, краска рефлейм лучше. Для меня лучше. И по цене, кстати, тоже. Так, дальше вот закончилась такая маска. Тоже эстель для окрашенных волос. Отюм, меркл отюм, восстановление волос. Хорошее средство. Единственное, что я вот не пойму, особенно, когда первый раз, первых два раза было прекрасное впечатление. Не знаю, что потом изменилось. У меня как-то вот стало то ли шампунь перед этим, который, этап, который следует, предшествует этому. А может быть, он оставляет на волосах что-то. Хотя в первых два раза я такого не замечала. Ну, не могу промыть волосы и все, вот хоть ты тресни. Я не люблю вот это ощущение, потому что я не люблю мыть голову каждый день. Мне это не нужно, тем более, если краска, учитывая, что краска смывается после двух раз. После того, как два раза помоешь. В общем, я грешу все-таки на шампунь. Я думаю, что эта маска хорошая. Приятный запах. Как я уже говорила, как будто бы, вам кажется, что там как будто есть немного кокоса. Ну, вроде бы его нету. Не читала состав, кстати, вообще не читала. Произведен он в России. Не вижу. Нет, не вижу этого. Вообще ничего натурального не вижу здесь. Кокосового масла тоже нет. Не вижу. Это, то есть, работа парфюмеров создавать хорошее впечатление. Так, дальше. Мы пройдемся по моющим. Значит, закончилась, наконец, вот эта свитиш спа березовый. Кулинг шауэр мусс с экстрактом березы. Я его показывала. У него была такая плотная, вообще супер вещь, но это жалко, что лимитка. Может быть, и не жалко, может быть, она стала хуже, но такая пена. Вот нажимаешь, отделаешь один пшит, и выдавливается полная горсть плотной пены, которую наносишь на тело, и она не размыливается, не тает, как это бывает с другими пенами. Особенно, если кожа жирная. То есть, вот этим вот куском пены можно мылиться, как мыло. Так, и замечательный освежающий аромат березы. Так, вот закончился такой дезодорант. Закончился он был для... Мы почему-то не обратили внимания, что он для ног и обуви, и мы им не пользовались. То есть, почему-то вот этот вот отдушка... То есть, это старая-старая лимитка, и ее сейчас, наверное, уже и в распродажах нет. У нее очень сильный аромат персика. Ну, персик. Ну, персик такой, конечно, химический. И, видимо, он так сильно раздражал, что перекочевал в туалет. Использовался в качестве освежителя воздуха. Хотя, какое уж тут освежение. Хотелось выскочить побыстрее из туалета. Настолько сшибающий запах был. Поэтому я даже не могу сказать, как он работал, как дезодорант для обуви. Но люди покупают. В общем и целом я доверяю. Если написано, что дезодорант для ног и обуви, то я скорее куплю. Поверю и куплю. Вот. Как вам такая оценка? Так, дальше. Закончилась мятная паста. Концернная весна самарского. 100 граммов. Ну, в общем, сколько стоит? Стоила она там 70-80 тенге. В общем, сколько стоит, того она и стоит. То есть, не очень. Если пользуетесь такой пастой, нужно после каждого мытья, наверное, чистить зубы. А это нежелательно для моих зубов. Я не хочу щеткой разрушать пломбы. Так. Вот такой. Давным-давно закончился, но никак не попадает у меня в эти... В пустые баночки. В обзор пустых баночек. Это фломастер. Айлайнер. The One. Как он там называется? Стойкий. Замечательный у него кончик такой, который и тонкие, и толстые линии рисует. И вот такой он плотный цвет давал. Ну, сейчас уже он стал так вот полосить. Подсох все-таки. И как я говорила в каком-то своем влоге, что это вот два месяца вам гарантированно. Третий уже так будет. Через немножко полосить. Ну, в общем, три месяца с натяжкой максимум. В общем, гарантированных два месяца. Это отличное средство. Не растекается. У меня жирная кожа. У меня просто косметика. По мне, можно эту косметику проверять. Для жирной кожи растекается или нет. То есть не растекается. Очень удобно рисовать любой толщины линии. Рекомендую. Очень хорошее средство. Так. Вот тут витамины. Окувид. Следующая пустая баночка. Окувайт. Ай плюс Малти. В общем, для глаз и для всего остального. Приятненькие такие витаминочки. Оказывается, их надо было по две штуки выпивать. Я что-то не знала. Я выпивала по одной. Но мне достались последние штук восемь. Поэтому я ничего сказать не могу. Просто похвастаться, что у меня есть. Что я пила такую витаминку. И спросить тех, кто знает, как она. Как вам эта витаминка. Вот и все. На этом пустые баночки. Полмесяца сентября закончились. Я желаю всем красоты, здоровья, счастья и удачи. Если вам понравился мой обзор, поставьте. Не забудьте похвалить или поругать. Нажав либо кнопочку, либо написав комментарий. Буду всем очень благодарна. Пока. Ваша Аюба. Спасибо. Удачи. Продолжение следует...